Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о нашей прошивке XTB Hyper UI. Да, как вы знаете, у нас была XTB UI, но поскольку у нас MIUI получает некоторый ребрендинг, соответственно и наша прошивка также меняет свое название. В сегодняшнем видеоролике у нас выступает главным героем Xiaomi Mi 9T, и на его примере мы рассмотрим, что же интересного мы смогли добавить в новую прошивку, и в принципе, как она влияет на данное устройство. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, Mi 9T это очень хайповое устройство, которое в свое время очень многим понравилось, которое наделало много шуму, ну и вот, кстати, недавно также на его примере я выпускал видеоролик, что на него получилось поставить ту самую Hyper OS. Но вот что собой являет Hyper UI. В целом, хочу сказать, что это все та же, ну, логично, что Hyper OS, но с некоторыми доработками. Первое, что вы сразу можете заметить, это наличие мультиязычности. То есть прошивка не будет иметь лишь только там английские и китайские языки. Если же мы с вами перейдем, допустим, в дополнительные настройки, откроем язык и ввод, мы тут с вами получаем различные варианты как раз локализации. Какая вам будет удобна, такую вы можете поставить. Так что можно сказать, что многие функции, которые доступны в новой прошивке, будут, конечно же, переведены. Но над всей этой историей мы, конечно же, будем еще работать в дальнейшем, для того, чтобы прошивка была максимально удобной в плане данного вопроса. Ну, я имею в виду, что вот некоторые разделы все еще не переведены, но мы над этим работаем. В целом, хочу отметить, что данное устройство, ну, скажем так, оно не будет работать как Xiaomi 14, как Xiaomi 13. Потому что, как-никак, аппарат 19-го года уже, как бы, разработчики его официально не поддерживают. И в некоторых местах могут быть проблемы. Я сразу об этом говорю. Ибо мы не, там, какие-нибудь чародеи, мы не можем, там, максимально все отфиксить. Но, по крайней мере, воспользоваться основными фишками из новой HyperOS вы, конечно же, сможете. Самая главная фишка, это, конечно же, персонализация. И она здесь у нас полноценно будет работать. Ну, и плюсом тут добавляет еще такого антуража то, что у этого аппарата есть AMOLED-экран, ну, и, соответственно, Always-on-Display. То есть, вы всю эту историю в плане кастомизации можете очень гибко настроить. Если вы думаете, что, допустим, это лишь какие-то тут у нас заглушки, которые абсолютно не работают, то вы ошибаетесь. Все то, что доступно по умолчанию в HyperOS, также доступно и здесь. Ну, я имею в виду, что каждую, там, циферку, каждую буковку вы можете настроить под себя. Активные экраны, иконки, шрифты, эффекты, отпечатки, все это также у нас присутствует. И вы можете очень гибко свое устройство настроить. И я считаю, что это очень и очень хорошо. Следующая история, которая вас может заинтересовать, это возможности рабочего стола. В нашу прошивку мы позиционируем, что, как бы, мы добавляем там некоторые модули, которые позволят вам получить, ну, новый опыт использования. Ну, или же новый опыт взаимодействия с аппаратом. Да, вы можете их и вручную поставить, понятное дело. Но, кто не хочет этим заморачиваться, пожалуйста, как вариант мы предлагаем свой продукт. Получается, рабочий стол, он у нас кастом. Конечно, хотелось бы, чтобы тут еще был вид, как в iOS, но я думаю, мы это ставим на последующее обновление, где это добавим. Пока что в первом релизе, который состоится уже завтра, будет такой вид. То есть, все будет по умолчанию, и никаких, собственно, тут дополнительностей не стоит ожидать. То есть, ну, как в обычном стоке. Но, в будущем, как я уже сказал, что надеемся, что мы эту всю историю пофиксим, добавим, ну, и так далее. Тут, конечно же, вы сможете отключать там всевозможные поисковики, ну, и тому подобное. Вы, конечно же, можете тут под себя гибко и подключать панель поиска, и поиск свайпа можете отключить. Ну, в общем, все как и по стандарту. Но, в плане быстродействия и оптимизации, как бы, мы еще будем работать, понятное дело. Хоть это и первый релиз, но есть еще что исправлять. И поэтому, я считаю, что у этого аппарата есть еще порох в пороховницах, чтобы вывозить новые оболочки. Что по поводу еще дополнительных фишек, это, конечно же, у нас новая шторка. Которая, ну, скажем так, многим понравилась, но кому-то она и не понравилась. Потому что сказали, что это очень такая яркая отсылка на iOS. Но, как бы, в данной ситуации мы ничего поделать не можем, и лишь только можем с этим жить дальше. Но, опять же, если вам не нравится тот же Mi Smart Hub или же Mi Smart Home, вы можете это все добро спокойненько отключить. Также, вы, как видите, у нас новая шторка, новый стиль, все полноценно работает. Соответственно, плеер тоже у нас работает. Если мы применим тут Mi Smart Hub, и да, кстати, у нас плеер вот в таком варианте. То есть, не только, что он у нас в самой шторке будет, а еще он у нас будет вот так вот проявляться. Некоторые лаги, да, вы сейчас замечаете, скрывать не буду, но, как я уже сказал, есть что еще фиксить. И работа в этом направлении будет дальше еще идти. А еще новым фишкам, которые добавляются в Hyper UI, это у нас, конечно же, возможности батареи. И да, эти возможности совместимы с этим аппаратом. Тут у нас, кстати, также есть небольшой перевод этих режимов работы батареи. Там, производительный, сбалансированный, экономия и ультраэкономия. И да, вся эта история также работает на Mi 9T. Как я уже сказал, аппарат 2019 года, и он вполне тащит все эти новые функции. По дополнительностям, которые стоит также тут ожидать, это вот этот самый Night Time Mode, который тоже тут работает и очень прекрасно работает. И который позволит, ну, немножечко увеличить автономность вашего аппарата. И напоминаю вам, конечно же, о старых так называемых фишках в MIUI, которые, в принципе, есть на китайских прошивках, но на глобалках их нет. Но вот на примере данной прошивки вы эту всю историю также сможете поставить. К примеру, вам не нравится обычная иконка, вы ее можете кастомизировать. То есть увеличить ее размер, можете вот такими капсулами сделать. Ну, это все понятно. Также, если вам маленькая папка, xxl, пожалуйста, также можете всю эту историю поставить. Но оно так-то есть у нас по умолчанию и в глобальной прошивке. Ну и, наверное, вишенка на торте, которая, ну, очень многим нравится. Это, конечно же, те самые виджеты, которые, ну, на глобалку можно поставить, но с некоторыми танцами с бубном. Тут есть также это все по умолчанию, вам ничего не придется дополнительного доустанавливать и тому подобное. Все есть по умолчанию, только нажимайте на картинку виджетов и вперед себе настраивать кастомизацию. Если же вы задаетесь вопросом, что же по поводу камеры, как она работает, да и вообще, в принципе, что с ней, хочу сказать, что камера полноценно работает, видеоролики записывает и, конечно же, фронталка тоже у нас будет рабочей. То есть все у нас максимально доступно, все у нас в работоспособном варианте и это устройство вас будет радовать еще не один раз. Так что, друзья, как бы там кто ни говорил, что старый аппарат, ну и тому подобное, HyperOS, ну или же HyperUI, оно вытягивает. Да, в некоторых моментах ему больно вастенько, но я думаю, что это можно и простить, поскольку, ну, аппарат действительно легендарный и 730 Snapdragon еще эту всю историю вытягивает. Ну а если вы уже сегодня хотите попробовать все эти новинки и частички из HyperUI, то в описании вас будут ожидать актуальные ссылки на обновление стоковых приложений, где вы можете это все добро скачать и установить на глобальную MIUI 14. Ну а по поводу этой прошивки она будет в нашем телеграм-канале HyperUI, ссылку также оставлю в описании. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или же остались еще вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.